И сегодня снова поговорим из греющегося трактора. Поговорим о субъективном и объективном восприятии. В чем разница? В чем разница субъективного восприятия и объективного? Очень часто люди, когда рассказывают, говорят, этот мир все равно существует вне вас. Там надо услужить клиенту, надо подстроить под него цену. Клиент всегда прав, еще что-то. Вот когда вы слышите такую фразу, однозначно, даже если человек вам будет говорить про духовное развитие, про субъективное восприятие, он находится в объективном. Давайте запомним один маленький ключ, как отличать субъективное от объективного. Ведь, например, в той же самой молитве или медитации кажется, что вы идете вовнутрь, но на поездку дня вы оказываетесь в объективном восприятии. Как такое может быть в принципе? Вы же внутрь идете. Вот здесь возникает такой парадокс, противоречие. Смотрите, наш внутренний мир, маленький такой наш внутренний мир, потому что мы ему не уделяем внимания. Мы все время смотрим наружу, мы верим в объективное, мы верим, что Бог где-то снаружи. Мы выносим постоянно ответственность. Вот из этого мира наше внимание стремится наружу. И мир маленький. И мир психики относительно него, вот, огромный. Он просто невероятно огромный. И получается, когда мы верим в объективность мира, мы отделяем вот этот маленький свой внутренний мир от вот этого огромного, который мы считаем внешним. А на самом деле этот внешний мир – это наш психический мир. И наше внимание, направленное во внешнее, делает здесь пустоту в этом маленьком мире. Никого нет дома. И тогда вот это вот коллективное или объективное заполняет наш внутренний мир, и нас не остается. Мы остаемся размазанными по коллективному, по иллюзорному, объективному. И, например, когда мы идем в загрузку, и нам говорят про субъективное, или там мы идем в себя. Вот мы расконцентрировали тело, мы погрузились, и в последний момент нам говорят, и теперь мы становимся больше, мы становимся шире, мы уже земля, мы уже вся вселенная. Хобана, мы вылетели в коллективное. Мы уже размазались. Все, мы в объективном восприятии. Кажется, мы идем вовнутрь, но мы вышли из вот этого маленького слоя вот в этот коллективный слой, в объективный слой. И как только мы вышли в объективный слой, наше сознание уже находится в коллективном, в объективном восприятии. И работают коллективные или объективные программы. И таким образом молитвы и медитации в своем большинстве уводят, уводят человека от себя. Потому что априори есть некий Бог, который находится вне нас. Есть высшие силы, которые находятся вне нас. Есть высший разум, который находится вне нас. И когда мы уходим из вот этого внутреннего мира в коллективное, в объективное, которое, как-то Юнг говорил, неосознаваемое, бессознательное. Да, бессознательное у нас коллективное. Оно у нас все беспроботно спит. Так вот, как только мы становимся бессознательными, как только мы вынесли ответственность, все, у нас дома никого нет. Мы слабы, мы пусты, мы вынуждены подстраиваться. И тогда клиент всегда прав. И тогда я подстроюсь под клиента. И тогда у меня можно требовать скидок. И тогда, и тогда я служу за деньги. Я иду на наемную работу. Я раб. Я раб, потому что никого нет дома. Хотите, принимайте. Хотите, нет. Просто сядьте, нарисуйте вот эти два кружочка. Большой и маленький. И поймите, что до тех пор, пока ваш маленький кружочек не станет большим, всем миром с осознаванием, что это вы создали эту реальность, это вы создали этот мир, это вы создали все ситуации в своей жизни, это вы ответственны за все, что с вами происходит, это вы отвернулись от себя, убегая в объективное, чтобы не взять на себя ответственность. Вот до тех пор, пока вы это тупо не поймете, осознать это невозможно. А потом это надо еще осознать, а потом это еще надо на практическом опыте прожить, например, работая с детьми, со взрослыми, с другими людьми, когда вы научитесь проявляться полноценно со всей психики, осознавать работу всей психики, и когда вы осознаете, что коллективное создали вы в своей жизни. И вот только тогда вы сможете говорить о субъективном восприятии. Но тогда какая сила внутри у вас просыпается? Тогда вы не будете подстраиваться, делать что-то для кого-то. Вы все в этой жизни будете делать для себя, вы все в этой жизни будете делать через призму себя, через призму своих чувств, ощущений, отношений, реакций и так далее. Все для себя. И тогда ответственность будет на вас, дорогие друзья. Вот это называется субъективное восприятие. И только в нем возможны психические способности человека. Нет другого восприятия, с которым они возможны. Потому что тогда вы становитесь целостным. Но на пути к этому есть еще парадоксальное восприятие, когда вас качает, когда вы все осознаете и так далее. Это целый путь к этому целостному восприятию. Но разница очевидна между объективным и субъективным.